Поехали, друзья! Все с нами? Итак, первое конечное поле, которое мы будем изучать. Имеет вид Z по P. Имеет ровно P элементов, и это остатки от деления на P. Но бывают и другие, и мы этого еще увидим. То есть, этими примерами при всевозможных разных простых P отнюдь не исчерпывается список конечных полей. Вот, что особенно интересно и удивительно, потому что многие результаты математические, их можно получить, работая как раз в более сложных полях, чем вот эти. Но начнем мы с работы в этом поле. То есть, в ближайшее некоторое время конечное поле будет означать только вот это поле, самое первое, которое нам попалось. Конечное поле из P элементов остатков по модулю P. Или от деления на P. Сейчас мы выведем целый ряд результатов. Начнем с малой теоремы фирма. У нас будет три доказательства в разные моменты, потому что некие аналоги будут верны, некие аналоги будут верны и в произвольных конечных полях. И они уже, для них уже не будут годиться все доказательства, которые можно здесь провести для поля ZPP. Ну вот, начнем с доказательства, которые сразу следуют из сделанных нами рассмотрений только что. Малая теорема фирма утверждает, что для любого целого A и для любого простого P, ну, у нас как бы вот я это простое зафиксировал, да, и рассматриваю вот это поле. Вот, значит, для любого A и Z, для любого V простого, верно, что A в этой сравнимо с A по модулю P. Ну, или что то же самое, что для любого A, который не делится на P, A в степени P минус 1 сравнимо с единицей по модулю P. Это два, две разные совершенно эквивалентные друг другу формулировки. Ну, действительно, если верна нижняя, то, умножая на A, мы получаем верхнюю для всех A, которые не делятся на P. Но если A делится на P, то верхняя и так очевидна сама по себе, потому что и то, и другое делится на P. Это просто два нуля. А обратно, если у нас верно для любого A, что это вот сравнимо с этим, то при A, не делящемся на P, мы пользуемся свойством сокращения, потому что это A умножить на A в P минус 1, а это A умножить на 1 по модулю P. И если A не делится на P, то мы как раз можем вот по предыдущему свойству сократить на это A и получить A в P минус 1 сравнимо с единицей по модулю P. Ну, и на самом деле полезно, вот на будущее, полезно ими жеанглировать. Это важнейший результат, и его нужно знать и в такой формулировке, и в такой, сразу как бы жанглировать ими, что либо про любое не делящееся, вот. Первое про любое вообще. Ну, тут, да, вот вопрос, что круче, да, тут говорят, что первое круче, потому что оно вообще для любого, а здесь только для не делящихся. Но это вопрос все-таки скорее, наверное, вкусовой. Так. Ну что ж, доказательства. Доказательство номер один. Потом постепенно будут какие-то еще, но, наверное, не сразу. Мы первым делом некоторое количество выводов из нее сделаем. Ну и вообще, так сказать, потом мы после МТФ мы сменим пластинку и начнем заниматься многочленами над конечными полями, в частности над ZPP. Значит, доказательство номер один. Смотрите, вот это вот список. Это все ненулевые различные остатки. Да, я буду вот в этом, вот в этом виде доказывать. Если А не делится на П, то А умножить на 1, А умножить на 2, а так далее. А умножить на П минус 1 тоже должны быть ненулевыми и различными. Тоже не равны нулю, мод П. И различные. Понятно ли почему? Так, еще раз. Вот вторая строчка, где 1 на 2 до А умножить на П минус 1, это что? Я умножил вот эти все числа, по очереди взял и умножил их на А. И утверждаю, что они тоже все ненулевые, все различные, если А не делится на П. Так А и П, они взаимопросты, по условию. Ну, да. Но вот, то есть, нам дано А, которое взаимопросты с П, ну, то есть, то же самое, что А не делится на П. И я утверждаю, что если его умножить на вот эти различные остатки, то тоже получится различные. Но это та самая лема, которой мы завершили предыдущую лекцию. Что если были два разных остатка деления на П, то при умножении на какой-то ненулевой остаток они тоже дают разные остатки при делении на П. А значит, если это было П-1 разный ненулевой остаток, то и получится П-1 разный ненулевой. Ненулевой тоже в силу той же лемы, да, то есть при умножении А на любой ненулевой не может быть ноль. А не делится на П, этот не делится на П и промножение. Соответственно, тоже делится не будет. Вот. То есть утверждается, что вот эти все тоже различные и тоже не нулевые. А что тогда? Ну-ка, скажите вслух. Ну, все равно непонятно, почему они различные и не нулевые. Вообще, еще раз повторить. Ну, была такая лема. Вот самый последний момент. Самый последний момент предыдущей лекции. Была лема. Если А не сравнимо с Б по модулю П, то есть дают разный остаток. И гамма не делится на П, то альфа-гамма несравнима с бета-гамма по модулю П. Вот это вот ровно то, чем мы закончили предыдущую лекцию. Помните, да? Помните эту лему? Теперь я вместо альфа-бета просто подставляю все пары подряд. Все возможные пары здесь. И каждый раз на выходе должен получить... А вместо гамма подставляю А. И получается, что они все разные. 2 не равно 3 по модулю П. Значит, 2а не равно 3а по модулю П, потому что а не равно нулю по модулю П. Из-за этой лемы. Понятно? Да. Вот. Вроде да. В этом случае их же П минус 1 тоже. Правильно? И что это значит? Что произведение второго множества сравнимо с произведением первого по модулю П. Да. Просто потому, что тогда второе множество является перестановкой первого просто. множество является перестановкой первого. Раз они все различные, их П минус 1, и они не нулевые, то они просто аккуратно заполняют все те же места, только в другом порядке. Они вот ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ну, какой-нибудь пример. Давайте вот там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это остатки по модулю 7, да? Я умножаю на 3. 3, 6, 9, это 2, 12, это 5, 15, это 1, 24, это 3, ой, 18, это 4. Вот. Вот было вот такое, а стало вот такое. То есть здесь я просто должен еще остатки отделения на П взять. Ну, и получается, что это перестановка просто те же самые, только в другом порядке. Вот. Перестановка. Ну, тогда, если это перестановки, так сказать, друг друга, тогда, как правильно уже было все замечено здесь, да, тогда П минус 1 факториал, да, который здесь получается, 1 умножить на 2 и так далее на П минус 1, то есть П минус 1 факториал, это то же самое по модулю П, что и нижнее, то есть А на 1, А на 2, А на П минус 1. По модулю П это одно и то же. Раз первый набор и второй набор отличаются только перестановкой, то произведение одинаково. Все, да? Правильно? А потом можно там выделить во второй части это А в степени. Да, 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 да. Естественно, вот вот у меня здесь, да, по модулю 7, естественно, это одно и то же, но вторая часть это А, вот во второй части можно по-другому написать, я могу написать П минус 1 факториал, да, который равен произведению вот этого, он же равен произведению вот этих, но здесь можно А отовсюду вытащить, А, П минус 1 раз вытащить, А, и останется тоже произведение, я просто в другом порядке все умножил, вот, то есть получается, что это А в П минус 1 умножить на П минус 1 факториал, вот, ну а это это 1 умножить на П минус 1 факториал, осталось заметить, что сократить я имею право, потому что вот это не равно нулю по модулю П, это произведение чисел меньших П, а значит не нулевой, да, остаток, это какой-то остаток, вот, какой-то остаток, на самом деле минус 1, по хереме Вильсона, ну просто, ну да, но мы же еще ее не знаем, кто-то написал, что он многоголик, я знаю, что такое алкоголик и трудоголик, а что такое многоголик, а, многольник, это он многоголик, алкоголик, наркоголик, да, тут многоголик, ты же во всем просто, Нет, это Антон Гусев Пишет где-то А-а-а Ой, все понял, пардон Да, не, ну вижу, я Да, я здесь все вижу Ну вот и все, то есть произведение Это, ну, на самом деле минус единица Но в данном случае это даже не важно, важно, что не ноль А значит можно сократить И все получится, что мы хотим А в п-1 Сравнимо с единиц по модулю п Вот такой великий результат, просто совершенно великий Который, значит, породил все остальное С этого все начинается вообще Все начинается с этого результата Иными словами Я сейчас его по-другому сформулирую, чтобы перейти к многочленам Иными словами Многочлен Х в п-1-1 Имеет п-1 Корень Вот в этом z по p Ну, 0 явно не является корнем А все остальные являются по малой теремии фирма Все ненулевые остатки являются корнями этого многочлена Мы уже решили первое наше уравнение Мы решили уравнение в конечном поле Х в п-1 Да, с МТФ это и есть большой взрыв Вот Так что Мы решили уравнение Х в п-1 равно 1 Или Х в п-1-1 равно 0 Такое вот замечательное уравнение В поле остатков по модулю п Ответ Все ненулевые остатки Ну, или что то же самое уравнение Х в п-1-1 Минус Х Равно 0 В этом поле имеет Имеет корнями Все Элементы поля Все до единого числа Конечного поля З по п Являются корнями многочлена Х в п-1-1 равно 0 Вот так А так это все остатки от п Потому что п и все его остатки взаимно просты? Ну, да Конечно, конечно, конечно Все остатки отделения на п взаимно просты Кроме 0 0 у этого уравнения корень Остальные корни у этого уравнения А это на него делится Поэтому Либо можно сказать, что вот этот многочлен имеет п-1 корней Либо что этот многочлен имеет п корней И то и другое верно Ну, как я уже сказал НТФ любит некоторые в виде а в п это равно а А некоторые в виде а в п-1 равно 1 Тут уже вопрос, так сказать Конкретных пристрастий Так Хорошо? Теперь Экскурс в теорию многочленов Над кольцами и полями Отступление Значит, МТФ мы первое доказательство узнали И следственно уже знаем, что она верна Потом будут появляться еще всякие доказательства МТФ Вот Как минимум два доказательства МТФ еще у нас появятся Так Я стираю МТФ тоже стираю Вот О некоторых свойствах многочленов С коэффициентами в кольцах и полях Кому трудно работать в произвольных кольцах и полях Пока просто представляете себе Наши родные остатки Из З по М Где М произвольное число Всегда удобнее в начале просто что-то очень такое Ну, родное чувствовать А потом уже обобщать Итак Но писать я буду в общем виде Пусть К кольцо Поле или нет Пока не важно Так Ф от х Многочлен Ну, то есть какое-то выражение Какой-то степени Где все вот эти вот А0 А1 Так далее АН Принадлежат кольцу Ну, и последний как бы не 0 Ну, иначе зачем мы его вообще написали То есть вот эта вот как бы старшая степень Да, значит, это значит Это означает, что степень многочлена F равна N Самый старший коэффициент ХВН-ный стоит с ненулевой Самый старший, значит, вот этот член ХВН-ный стоит с ненулевым коэффициентом Ну, иначе бы мы просто его не писали И в многочлен было бы более низкой степени Степень это вот первый Самый старший ненулевой коэффициент стоит Вот Многочлен – просто какая-то конечная запись такого вида. Ну, она же – это функция, да, то есть, как бы, тут двоякая, двоякая, у нас как бы двулики, многочлен двулик, да, тут вот, многолики, да, бывают. А, значит, многочлен, так, тут какая-то, а тут, что это, обсуждение великой теории информации, Господи Иисусе, ага, так, ладно, да, ну, по-моему, нет, тут, да, пока формат просто общения, что, в принципе, очень хорошо, почему бы не пообщаться, хоть онлайн, да. Так, что именно мы пытаемся, а, вот, Александр спрашивает, можно подробнее, что именно мы пытаемся, что делать, доказывать? Пока еще ничего, я ничего еще не сформулировал. Некоторые свойства многочленов с коэффициентами в кольцах выводить. Итак, пусть К – любое кольцо, и написано такое выражение, ну, вот, такое выражение называется многочлен, но, в принципе, он как функция действует, то есть я могу подставить х, любой элемент кольца сюда в качестве х, и я перемножу его здесь, n раз умножу на ам, сложу с вот этим, вот, соответственно, выражением, получу в результате какое-то число. Ну, и корнем мы называем, понятно, что, корнем называется такой элемент кольца, что в результате получится ноль. Ну, а если у нас в модулярных наших системах, да, z по m, если k – это z по m какому-то целому, то, соответственно, речь о том, что при подстановке какого-то остатка отделения на m получится число, делящееся на m. Это и будет корень. Ну, и как бы вот упражнение, отдельное упражнение, доказать, что если я имею вот такой многочлен и подставляю x и y в него, это будут два целых числа, которые представляют здесь одно и то же, один и тот же остаток, то есть, скажем, по модулю 7 беру 3 и 10 и представляю, подставляю сюда 3, а потом подставляю 10, то при делении на 7 выражения полученные будут, два выражения полученных дадут один и тот же остаток. Вот. Да, k – коммунитативная ассоциативная с единицей. Ну, короче, как бы пока можно считать, что это z по m, хотя, в принципе, это коммунитативная ассоциативная с единицей, да. Не-не-не-нет, любое не пойдет. Вот. Многочлен нельзя будет записать в неассоциативном, нельзя в коммунитативном. Многочлены записываются только в таких. Ну, и единицу я бы тоже хотел иметь по разным причинам. Вот. Так вот, утверждается. Что же утверждается? Я еще не сказал, что утверждается. Тогда, и это называется теорема Безу, которую многие из вас знают для обычных многочленов. Тогда альфа из к является корнем многочлена f от x, ну, то есть f от альфа равно нулю, просто как выражение. Да, Безу. Тогда, и только тогда, и вот здесь я уже что-то утверждаю, когда f от x нацело делится на x минус альфа как на многочлен. То есть существует, когда существует многочлен g, который при умножении на x минус альфа дает f от x. Можно вообще определить понятие делимости в любых системах, вообще в любых кольцах. Делимость а делится на b, если существует c, такое что bc равно а. То есть можно разделить, да, существует вот тот самый. А это сейчас я применяю к кольцам многочленов. То есть я говорю, что многочлен f от x делится на x минус альфа, тогда это тогда, когда существует g от x, предумножение на x минус альфа дает f от x. Ну, а произведение многочленов по обычным правилам делается. Что в скопах в последней строке? x минус альфа. А в предпоследней написано дег f равно n. Так. Вот. Без u, да. Без u. Совершенно верно, да. Без u. Но тут есть девушки, поэтому я не буду расшифровывать, почему мы убивали. Я хотел спросить, а альфа это же целое число, по сути, должно быть? Нет, альфа это элемент k. То есть k это произвольное кольцо. Но если мы работаем вот с такими кольцами, то мы можем вместо альфа подставлять обычные числа. Просто помним, что мы не различаем числа по модулю m одинаковые. То есть если два числа дают один и тот же остаток определения на m, то мы их считаем одним и тем же элементом вот этого вот кольца. То есть если мы работаем с кольцами остатков, то альфа может быть и целым числом, просто нам нужно взять остаток от деления на m. То есть вообще альфа может быть иррациональным, даже если, ну, это будто... Нет, нет, целое, целое, целое. 0, 1, 2, 3, 4, минус 1, минус 2, минус 3. И мы берем только по модулю деления на m. Хорошо, а вот если это, ну, в поле обычных чисел, ну, в поле всех чисел, ну, то есть, в котором мы привыкли работать, это... Это вещественное число. Сейчас. Целое число — это не поле. Целое не поле, целое — это кольцо. Но оно лежит в поле всех чисел, с которыми мы привыкли работать, то есть вещественных. Ну, тогда оно может быть иррациональным или не целым альфа. Нет, нет, альфа — это число, ну, если речь идет об остатках, то это просто целое число. И мы рассматриваем его с точностью до остатка от деления на m только. То есть, скажем, 3 и 10 не различаем, если рассматриваем по модулю 7. Вот, там, 15 и 25 не различаем, если рассматриваем по модулю 10. Мы не рассматриваем никаких чисел в этом плане, кроме целых, но если k — это просто какое-то кольцо, то речь идет просто об элементах этого кольца. То есть, здесь все тогда — это просто элементы кольца, и коэффициенты многочленов, и равенство нулю. Все это операции в кольце, в абстрактном. Просто пока абстрактные кольца сложноваты, можно иметь в голове этот пример. Ну вот, собственно, это называется теорема Безу, и она верна в любом кольце, вообще в любом коммунитативно-ассоциативном кольце с единицей. Вот, и доказательство такое. Доказательство совершенно технично. Мы просто замечаем, что есть способ разделить с остатком. Вот есть, как бы, многочлены можно делить с остатком, и из-за этого все получается. Вот я беру и делю. Вот что я должен здесь написать? Что я допишу здесь первым делом? Смелее, кто скажет вслух? Это будет а1хн-1. а1 на х в n-1. И если я теперь умножу, то получится а1 на х в n-1 минус альфа а1 х в n-1. Теперь я беру и вычитаю. n-ая степень у меня ушла. А при n-1 возникло какое-то выражение, которое вполне легко вычислить в кольце в любом. Остальные пока те же самые идут. Что я дальше пишу? х в n-2 умножить на вот это. Вот это, да? Вот этот коэффициент умножается на х в n-2. Тогда опять при умножении вот этот повторит, этот повторит, а этот будет в степени уже n-2 и ниже. Ну и вот просто возьмите и поупражняйтесь. Возьмите там многочлен, не знаю, длины 3 или 4. Ну, в смысле, степени 3 или 4. И произведите эти действия там с каким-нибудь альфа над каким-нибудь остатками там по модулю m. Что у вас в конце концов будет? У вас в конце возникнет какой-то там бета х плюс гамма, да, вот здесь, уже линейный. И последний будет вот этот бета, который при умножении даст бета х минус альфа бета. И в конце будет гамма плюс альфа бета. Будет число. Число из этого кольца. Х уже не будет. То есть получится всегда, абсолютно всегда, можно написать, что f от х равно х минус альфа умножить на вот этот вот получившееся многочленище, которое уже степени n минус 1 обязательно, потому что он начинается с альфа на х минус 1. Плюс какая-то константа, напишем ее с. Вот так, вот тут надо понимать, что так можно написать всегда. Более того, мне на самом деле важно, чтобы вы поняли, что любой многочлен, на любой можно поделить с остатком, в результате получится многочлен в меньшей степени. И это будет важно в дальнейшем при работе с конечными полями. А пока мы умеем делить на х минус альфа, но на любой другой делится примерно так же, просто в конце не константа возникает, а многочлен в степени на единицу меньшей. А в случае, когда здесь х минус альфа, на единицу меньшей, это как раз 1 минус 1, то есть 0. Да, и сейчас все будет отсюда следовать, что надо. Да, Матвей, через некоторое время. Но не сразу, потому что сейчас мы вернемся к парадоксам. Парадоксы-то у нас были в кольцах остатков. Х квадрат минус 1-то имел 4 корня. Как же он имел право иметь 4 корня, если теорема Безу верна? А вот как. Давайте проверим, как он мог иметь 4 корня. Ну, собственно, теорема Безу на самом деле доказана, потому что мне нужно теперь просто подставить альфа. Реально, на самом деле, утверждается, что просто остаток отделения многочлена на х минус альфа равен значению f в точке альфа. Подставляю альфа. Подставим альфа. Получим число f от альфа. Число вычисления вот этого выражения на элементе альфа даст альфа минус альфа. Сик, это 0. Умножить на g от альфа плюс c. То есть даст c. Вот это 0. Это все целиком ушло. Поэтому f от альфа и есть остаток отделения. А значит, корнем многочлена будет альфа тогда и только тогда, когда этот остаток равен нулю. То есть когда делится на целый все. Хорошо, я не понимаю. А зачем мы только что вот ту операцию сделали деление многочлена f от х на х минус альфа? А потому что, чтобы доказать эту теорему, вот если мы уже знаем, что существует такой многочлен g от х, что при умножении на х минус альфа и прибавлении некоторой константы получается многочлен f, то теперь мы в два счета выводим теорему, которую утверждаем. Потому что теперь мы подставляем альфа в это выражение полученное. То есть сам факт существования такого выражения практически сразу решает задачу. Мы подставляем альфа в это выражение. Вот это все оказывается равно нулю. И получается равенство и афа от альфа равно c. И поэтому альфа является корнем тогда и только тогда, когда c равно нулю. Если альфа корень, значит f от альфа равно нулю. Тогда c равно нулю. Если c равно нулю, то наоборот, соответственно, альфа корень, потому что подставляем альфу и получаем здесь ноль. То есть получается, что альфа это корень многочлена f от х. Тогда и только тогда, когда этого c просто нет. И остается делимость нацела в кольце многочленов. То есть у нас есть делимость с остатком в кольце многочленов. А мы выводим из этого делимость нацело при условии, что альфа корень. И это в одну и в другую сторону, верно. Хорошо. Можете еще раз повторить, почему остается именно константа как остаток? А это надо просто проделать руками и увидеть, что все остальные постепенно уходят в степени. То есть вот это вот, то, что здесь остается, оно все меньше и меньше степени. И вплоть до самой даже линейной степени мы можем продолжать, мы можем делить. А вот дальше выпадет константа. Но надо потренироваться, надо поделить на х квадрат с чем-то, и тогда получится х в остатке там, ну или константа, если повезет. Если на х кубе делить, там х квадрат будет. То есть общее утверждение о делимости многочленов с остатком, оно тоже нам на самом деле нужно. Вот это утверждение нам, ну да, 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 я сформулирую утверждение о делимости многочленов с остатком. Оно звучит для колец так, для любого f от х равного а, n, x, v, n и плюс так далее, значит, с коэффициентами в кольце и любого g от х, который начинается без старшего коэффициента, это называется приведенный многочлен, начинается, а дальше как хочет, дальше b, k минус 1, x, k минус 1 и так далее, плюс b1, x, плюс b0, существуют многочлены х от х, ну и какой-нибудь еще, не знаю, гамма от х, такие, что f от х по формальным правилам равен g от х на h от х плюс гамма от х и степень гаммы меньше k меньше степени многочлена g. То есть деление с остатком чисел, когда мы в остатке получаем число просто по размеру меньше, да, оно многочленами повторяется в форме, что можно разделить один многочлен на другой, в остатке будет тот, который будет меньше степени, тут степень k, а у гаммы обязательно степень меньше k. Может быть, он просто нулевой, это, пожалуйста, это может оказаться, если нацело разделится. Вот, а если не нулевой, то степень будет меньше, чем у того, на что мы делим. И это, вот это утверждение, оно вот, как бы вам сказать, оно, ну, оно просто вот очевидно из того, что вы просто начинаете делить, и все получается, и все. То есть ровно то же самое, что здесь, просто проделываете в новой ситуации, и видно, что в конце вылезает как раз многочлен меньше на единицу степени. Вот, и это очень важное утверждение про поля, про поля. Оно будет верно, даже если уже старший коэффициент не единица, а любой, потому что в полях мы будем, мы можем делить, вот там вот эти коэффициенты друг на друга придется делить в полях, но в кольцах ничего не придется делить. Коэффициенты не придется делить. И в полях просто для любого же, даже начинающегося с bk, и любого f будет этот самый. Ну, если, например, n было меньше k, то это тривиальное утверждение, потому что можно h поставить равным нулю, а гамма равным f. И так как изначальная степень этого была меньше степени этой, то как бы мы ничего и не утверждаем. А вот если n больше и равна k, здесь утверждается что-то вполне нетривиальное, содержательное. Так, давайте я это пока даже оставлю здесь, потому что еще пригодится. А сам вернусь к примеру, который нам, вот эту теорему безум, мы сейчас по нему разработаем. Вернемся к дому из маразмов, который мы наблюдали. Мы в предыдущий раз, ой, в смысле, час назад наблюдали некий маразм, который нам не понравился, почему мы и перешли к многочленам с коэффициентами простых. Что там? А, что ниже утверждения? А, блин. Что ниже утверждения? О, существует иди. Да, да, Миша совершенно прав, но это уже более хитро, наверное. Так, а что ниже утверждения было? Блин, я уже забыл, что за утверждение было. Ёкарный бабай. А, вот, не, вот это, да? А, степень многочлена гамма, прошу прощения, степень многочлена гамма меньше вот этого числа k. А, блин, у меня кольцо было k, и здесь k. Вот, я виноват. Чтобы не путаться, пусть здесь будет l. Меньше l, которая есть степень многочлена g. Чтобы не путать. Было два многочлена разных степеней. Ну, или одинаковых. И утверждается о существовании, на самом деле, действительно, единственность даже, но единственность, я сейчас не буду заострять на ней. Вот, двух многочленов таких, что f, вот, при делении на g дает вот это в качестве неполного частного, а это частного, а это в качестве остатка. И у остатка, естественно, степень меньше, чем у того, на что мы делили. У многочлена, как бы, чем вот, как это, чем меряются числа? Знаете, как, в интернете меряются всякими там, ну, понятно, как обезьяна, да, чем меряются. Вот числа меряются размером, ну, просто модулем, да, минус 5 больше, чем 3 по модулю. А многочлены меряются степенями, понимаете, у них вот такая, как бы, система шкала, такая измерения, они меряются степенями. Ну, и вот, соответственно, там вот в остатке должен быть многочлен меньшей степени. Проделывание деления, это и есть строгое, совершенно верно, просто вот это, вы проделываете это деление и убеждаетесь в верности утверждения о существовании таких двух многочленов, то есть о возможности всегда разделить с остатком. Да, просто в виде индукции, да. Ну вот, а теперь поехали. х квадрат минус 1 делится на х минус 1 в кольце z по 8, потому что 1 является его корнем. В самом деле, то есть это по теореме безу, вот это вот по безу, только что доказанное безу означает, что х квадрат минус 1 делится на х минус 1 в кольце z по 8. В самом деле, в самом деле, х квадрат минус 1 равно х минус 1 умножить на х плюс 1, то есть на х минус 7 по модуле 8, да. По модуле 8 у нас минус 7 это плюс 1, это то же самое. Согласны? Можете раскрыть скобки. У вас х квадрат минус 8х плюс 7. Минус 8 это 0, а плюс 7 это минус 1. но х квадрат минус 1 делится и на х минус 3 в кольце. z по 8, это как же так? А вот как в самом деле х квадрат минус 1 тот же самый х квадрат минус 1 еще равен и такому произведению тоже. Мод 8. Заметьте, что он ни в каком смысле не равен произведению всех 4. У него 4 корня, но он не равен произведению х минус 1 умножить на х минус 3, умножить на х минус 5, умножить на х минус 7. Это неверно. Но верно, что он одновременно равен вот такому произведению и равен вот такому. Почему это нам режет глаз и не нравится? Ну это как основная терема арифметики, только на них только хуже. А, да, потому что нам не нравится, что не верна основная терема арифметики. Но я должен тут одну вещь сказать. Она не просто не верна. Мы вообще не знаем, что такое простой, мы вот думаем, что он не разложим, но мы уже видели, что это не так, что в некоторых кольцах остатков даже х минус 8 может быть разложим на множители. То есть мы даже не можем сформулировать, что это на самом деле разложение на неприводимые, на простые, да, многочлены. Вот в полях этой всей бяки не будет. В полях не может быть линейный многочлен произведением каких-то двух, потому что в полях степень произведения равна сумме степеней. Сейчас мы это увидим. Почему? А вот в кольцах происходит куча всякой бяки, и мы даже не можем, мы даже ее сформулировать не можем. Мы не знаем, что такое неприводимый. Мы не знаем точнее, пожалуйста, сформулировать неприводимость можно. Но я даже не знаю, вот приводим он или не приводим Z по 8Z. Бог его знает. В общем, ну здесь явно происходит какая-то странная вещь, и чтобы она не происходила, все дальнейшее рассмотрение происходит в полях. И пока только в одном поле, дальше в поле Z по P. Хотя нет, нет, нет. Нет. Или в любом поле L. Я хочу некоторые утверждения все-таки в любом поле формулировать уже, потому что конечные поля у нас будут совершенно другого вида, кроме как Z по P. И для того, чтобы сразу же получить всякую информацию более общую, чем просто для остатков, я, некоторые утверждения, значит, для любого поля. Итак, список утверждений, верных в любом, верных для многочленов с коэффициентами в любом поле. Так, ну что, сотрем этот маразм, да? Сотрем маразм и будем работать дальше в полях. Дальнейшие утверждения я сделаю только про поля. Так. Так. Сейчас целый список у меня есть хороших утверждений про многочлены в полях, чтобы ничего не забыть, какие утверждения верны. Значит, где у меня он был? Забыл где-то его. Ладно. Я, наверное, его не выписал. Ну ладно, сейчас все вспомним. Значит, так. Так. Итак, пусть Л поле, например, Z по P. Тогда для многочленов F от X G от X с коэффициентами в L верно. Номер один. Дег FG равно дег F плюс дег G сразу будем доказывать. Это простое утверждение. Если F равно AN X в N плюс так далее, AG равно BL X в L ой, а у меня теперь уже L поле, да? Так, пусть это будет R X в R плюс так далее, то чему равно FG? С чего оно начинается? FG от X с чего начинается? Диктуйте. AN BR N плюс R A N BR X в степени M плюс R. Да. И очевидно, что все остальные слагаемые будут меньших степеней. То есть старших А, красота полей. Ну да, да, да. Вот. Так, 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 так. Да. Кольца иногда есть деления, иногда нет. Значит, смотрите. Видите, если я умножу два многочлена друг на друга, то у меня есть только один шанс на появление X степени N плюс R. Это вот этот на этот. Все остальные будут меньших степеней. И если это поле, то этот шанс абсолютен, потому что из того, что это не ноль и это не ноль в поле, следует, что и произведение не ноль. Поэтому это старший коэффициент, он не сократится ни с чем, в отличие от колец. Он ни с чем не сократится и даст мне старший коэффициент равный X степени N плюс R. Ну, в смысле, старший коэффициент не нулевой при X степени N плюс R. А значит, действительно, степень произведения будет равна сумме степеней. Вот. И в частности, два, любой F от X вида X минус альфа является простым. он не может быть разложен в произведение двух многочленов меньших степеней. Потому что меньшие степени это уже только константы, да, это числа. Вот. А любые реальные многочлены при произведении друг на друга дадут сразу же большую степень, чем единица. Вот. То есть, уже мы некоторое количество маразмов убрали. Третья часть следствия из теоремы Безу. Теорема Безу в полях приведет к тому, что число корней многочлена F от X равного A N X V N плюс так далее вот это число, число корней вот этого многочлена не превосходит N. И это мы сейчас докажем. Развите, скажите, почему верно второе утверждение? Потому что, потому что, значит, да, сейчас я объясню. Значит, что вообще такое простое число? Это то, которое делится только на себя и на единицу, ну или в целых числах на себя, единицу, минус единицу и минус себя. Как это по-другому сформулировать? Простое число делится либо на обратимые элементы, то есть на такие, на которые вообще все элементы кольца делятся. Это 1 и минус 1 в случае целых чисел. Либо на себя и на себя домноженное на обратимые. 7 делится на 7, 3, ой, на 7, 1, минус 1 и минус 7. Минус 7 отличается от 7 домножением на обратимые, на минус 1. Как это будет работать во многочленах? В многочленах это будет работать так. Смотрите, в поле все ненулевые константы, все обратимые, на них любой многочлен можно поделить на любую константу. Скажем, у меня был в поле там многочлен, не знаю, 7х6, там, минус 2х плюс 1, и это было по модулю 11. По модуле 11 у меня вот такой список ненулевых констант, их 10 штук. Я взял, поделил на любую из них этот многочлен 7 там третьих х6 плюс минус 2 третих х плюс 1 треть. Но мне не должно быть дробей, да? У меня должны быть здесь целые числа, которые по модуле 11 будут выражать собой 7 третьих и так далее. Но чему равно 7 третьих по модуле 11, например? Это 6, потому что 6 у 3 это 18, 18 это 7 по модуле 11. 6х, 6-ой. А 2 трети по модуле 11 это что такое? Это 8, потому что 8 и 3 24, да? Это 2 по модуле 11 минус 8х. Ну, а 1 треть это 4, потому что 4 и 3 это 12. То есть, смотрите, вот этот многочлен я легко взял и поделил на 3. У меня получился тоже многочлен по модуле 11. Это другой многочлен, но он отличается от этого умножением на число какое-то из поля, не нулевое. И мы не различаем в смысле делимости их, потому что если какой-то многочлен делится на этот, то он и на этот поделится, потому что они отличаются произведением на число, на которое любой многочлен делится. В этом суть понятия простого. Что такое простое? Оно делится только на какие-то тривиальные вещи. Его можно разделить только на то, на что делится вообще все. Вот. И в данном случае, в случае полей, вот это вот означает, что многочлен над полем, он заведомо делится на любые константы. Почему вот это вот деление с остатком в поле будет выполнимо, чтобы здесь не стояло? Потому что я сразу f разделю на вот эту вот дрянь, все эти коэффициенты разделю и все, и у меня останется ситуация уже кольца. В кольце такой номер бы не прошел. Поэтому мы называем многочлен неразложимым или простым. Если он не делится ни на какой содержательный многочлен положительной степени, делится, ну, только на константы или на те, которые получаются из него самого умножением на константы. Ну, и вот утверждение, что любой линейный является простым, потому что как он может разделиться на неконстанты, если хоть у него там, ну, как бы, если есть две содержательные неконстанты, это два многочлена степени, начиная с единицы. Но по предыдущему степень произведения это сумма степеней, значит, уже будет минимум два. И значит, разделиться... А может быть, допустим, простой многочлен большей степени один? Да! Очень... Более того, Гаус доказал великую теорему, которая нам очень важна в нашем курсе. Он доказал, что для любого n, вообще любого n, и для любого простого p существует многочлен степени n неприводимый над z по p, вот над этим полем. И если у нас хватит сил, мы ее докажем еще в следующие разы. Теорему Гаусса, она очень сложная, забудровительная. И очень... Подождите, во втором утверждении написано, что f от x равно... Да, я утверждаю, что любой линейный простой, но это не значит, что больше никаких простых нет. На самом деле, любой степени я могу придумать простой, как выясняется. Это тоже не говорит, что любой линейный многочлен простой. Да, да. Я просто неправильно понял его. А более старшие, бог их знает, но вот Гаусс утверждает, что всегда существуют простые. Всех степеней, любых. Вот, да, но... Да, да, так и напишу. Но обратное неверно. То есть неверно, что простой обязательно линейный. Нет. Так, ну что, переходим к этому. Теорема Безу для поля будет означать, что корней не больше n. Доказательства. Вот здесь нужно просто провести целиком доказательства. Доказательства. Значит, пусть альфа корень f от x. тогда по теореме Безу имеем f от x равно x минус альфа умножить на g от x. Причем степень g от x, да, степень g равна степени f за вычетом единицы. Согласны? Ну, это просто теорема Безу. Когда мы начинали а n x в n делить, тут возникало а n x в n минус первый. Поэтому степень была меньше на ровно единицу. Согласны? Согласны, да? А теперь внимание. Пусть бета другой корень, другой корень f от x. То есть бета не равно альфа в нашем поле, в поле l. ну или что то же самое для вот таких полей, это означает, что бета это другой остаток. Да, если l равно z по p, то это означает просто, что бета минус альфа не делится на p. то есть для тех, кто не может пока представить себе, что значит в любом поле, живите пока в z по p. Но утверждение на самом деле верно в любом поле. Кратные корни бог с ними. Мы пока как бы вот про кратные отдельно это очень сложная история. Для кратных мы не дойдем в этом курсе. Кратные это ж хитро, но утверждение про количество корней нам здесь оно просто верное, то есть мы без учета кратности его сделаем и оно будет верным. вот значит итак пусть альфа корень тогда вот эта запись верна с многочленом g на единицу меньшей степени. Пусть бета какой-то другой корень не кратный не тот же самый а вот другой у f может быть несколько раз этот корень если тут х-альфа снова выделяется но нет оставим эту ситуацию пусть бета какой-то другой корень f от x я утверждаю я утверждаю что тогда g от бета равно нулю то есть бета корень g от x так же что за многочлен g от x а что же за другой многочлен g мы взяли раз это так вот если альфа корень то потеряем безу f от x делится на x минус альфа так вот g от x это как раз результат деления а почему тогда g от x нулю равно или вы так нет g от бета я еще не доказал сейчас докажу доказательства доказательства действительно только рассматриваются корни из того же поля ну вот если это z по p то это просто числа по модулю p а все подставляем бета вот в эту запись смотрите медленно f от бета диктуйте чему равно диктуйте вслух бета минус альфа умножить на g от бета точно а теперь внимание вот это не ноль или если по модулю p то бета минус альфа не делится на p а это ноль потому что по условию бета корень f а почему бета минус альфа не делится на ноль не равно нулю потому что бета по условию другой корень f от x а это условия мы пытаемся найти всевозможные корни f и оказывается что если бета другой корень то есть вот это не ноль то сразу мы получаем вот смотрите вот это ноль а это не ноль но так даже это равно нулю потому что это поле это в кольце было бы неверный вывод в кольце произведение двух ненулевых могло бы дать ноль а в поле не бывает не бывает мы специально это уравнение x y равно нулю решили вначале в поле да вот понятно да понятно да а значит внимание вот у меня f вот его корни альфа бета гамма дельта не знаю сколько там их есть а вот у меня g вот f начинается с а n на x вен и продолжается и вот его корни а g начинается с а n и x вен минус первой и его корни все те же самые кроме альфы а степень на единицу меньше то есть это типа по индукции доказательства да 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 все мы свели это к следующему шагу просто вниз то есть если бы грубо говоря многочлен четвертой степени имел у меня пять корней различных то вот этот многочлен третьей степени имел бы четыре различных корня как минимум как минимум все эти наследуются многочленом g но тогда результат его деления уже на x минус бета был бы степени два имел бы три различных корня а результат дальнейший имел бы уже линейную да степень единица имел бы два корня ну что уже по себе само по себе абсурд но если еще раз разделить то получится что константа имела бы какой-то корень да то есть некая ненулевая константа имеет какой-то корень нет ну подождите хорошо вот многочлен g но это же мы не это же не для всех многочленов допустим нет ну просто мы как индукция снизу вверх идет ну вот там берем все линейные многочлены все ни один линейный многочлен очевидно не может иметь больше чем один корень потому что линейный многочлен это многочлен вида ax плюс b и если у меня он равен нулю то у меня просто получается уравнение ax равно минус b и в поле оно однозначно разрешается из-за свойств поля что всегда можно делить да у нас а не равно нулю по условию иначе бы он был нелинейный вот и я бы получил ровно одно число в поле и это число было бы корнем то есть у каждого линейного многочлена в поле очевидным образом ровно один корень и это есть база индукции да то есть база индукции это линейные многочлены для всех них всегда у них ровно один корень а тем самым не более одного корня да ну как в данном случае ровно один но по крайней мере не более одного один это не более одного вот дальше берем степени 2 да если бы многочлен степени 2 было бы больше двух корней тогда после вот этой процедуры я бы получил какой-то многочлен степени 1 у которого больше одного корня что пришло бы к противоречию с базой индукции да значит у любого многочлен степени 2 не больше чем 2 корня у любого, да, и так далее. Вверх идем просто вот по утверждению, что у любого. Ну и все, до любого доходим, у любого в многочленной степени n, тем самым не больше n корней. И все доказано. А единственность обратного, а, да, единственность обратного, это действительно, Миша хороший вопрос задает, что в поле, да, в поле единственное число удовлетворяет вот такому. То есть, если есть какое-то в поле какие-то числа альфа и бета, то вот это единственный. Но действительно, что это такое? Это вот это вот равно такому c, что бета на c равно альфа. И если бы бета на c1 было равно альфа, и бета на c2 было равно альфа, да, то мы бы получили, что бета на c1 равно бета на c2. И в свою очередь, домножая на бета в минус первый, мы бы получили, что c1 равно c2. Хорошо, а вот если, допустим, вот... Деление единственное, это можно доказать, но действительно не было доказано до этого, вот сейчас. Смотрите, вот, если многочленные f от x, то вот у него, допустим, не n корней, ну, как его степень, а меньшую, то же может быть... Меньше на здоровье, но я же утверждаю, что их не больше. А. Почему f от бета равно нулю? По условию, что бета другой корень f от x. А корень, это значит, что f от бета равно нулю. Ты, Дмитрий, можете еще раз повторить, как это можно доказывать? Что-то не упало. Ясно, блин. Ну, это да, это такая штука непривычная. Значит, итак, утверждается, что ни у какого многочлена не может быть больше корней, чем его степень. Будем доказывать это по индукции. Ни у одного линейного многочлена не будет больше корней, чем его степень, потому что деление в поле однозначно. И только одно число, x равно минус b делить на a, является корнем многочлена a x плюс b равно нулю, какой бы он ни был при a, не равно нулю. Если a равно нулю, то это уже не многочлен первой степени, а константа. Значит, итак, ни один многочлен первой степени не имеет двух или более корней. Прекрасно. Теперь берем многочлены второй степени, да? Они тогда не будут иметь более двух корней, потому что иначе, вот у меня получается, я взял один из корней многочлена второй степени, записал его вот так, и вот этот многочлен уже первой степени оказался после этого. Если этот был второй степени, то g будет первой степени, то есть линейный. Но если у f было больше двух корней, то тогда все остальные корни, кроме α, должны быть корнями g. Их, соответственно, больше единицы. То есть у линейного больше одного корня. У какого-то линейного оказалось больше одного корня. Что неверно, потому что мы знаем про линейные из базы индукции. Значит, никакой квадратичный многочлен не может иметь больше двух корней. Но тогда мы переходим к кубичным и так далее, просто по индукции. То есть если мы до какого-то k добрались, до n-1 добрались, и уже знаем, что вот этот многочлен не имеет больше, чем n-1 корней, тогда как только появился бы какой-то многочлен n-1, у которого было бы больше n корней, тут же я бы воссоздал вот по этой формуле многочлен n-1, у которого n или более корней, то есть больше n-1. И это было бы... Теперь понятно. Вот. Все. Значит, мы важнейшее утверждение про поля мы знаем. Я сейчас напишу из доказательства, что стало ясно. Вот на самом деле кое-что стало ясно из доказательства. Из доказательства стало ясно дополнительное что-то, что тоже нам очень важно. Значит, сейчас я скажу, что... Итак, давайте я здесь доказательства тоже сотру уже, чтобы не... Вот лишнего, как бы... Мне нужен некоторый набор утверждений про многочлены с коэффициентами в полях. И я хочу его оставить, а доказательства постирать пока. Вот. Значит, что же нам стало ясно из введения этого рассуждения? Из введения этого рассуждения ясно, что есть дополнение, что, более того, если альфа, бета и так далее, гамма различные корни, про кратные ничего пока не говорю вообще. Кратные отдельно. В книгах там очень много глав посвящено понятию сепарабельности и кратным корням. Это жутко тяжело и лучше потом. Уже можно в университете. Вот. Значит, если эти корни различные, корни многочлена f от x с коэффициентами в поле, вот это очень важно, именно в поле, а не в кольце, то f от x делится на произведение x минус альфа, x минус бета, x минус гамма, ну, в смысле, и так далее, и x минус гамма. То есть вот такое вот, вот такое будет верно. Но в самом деле, мы как строили доказательства? Мы взяли один из корней, выделили вот это вот x минус альфа, и заметили, что g имеет все остальные в качестве корней. Но если так, то из g можно уже выделить x минус бета множитель, да, там g с волной от x останется. Вот. Дальше по индукции, дальше вот кроме альфа и бета, все остальные будут унаследованы и же с волной тоже. Ну и вот так мы и придем к этому произведению и какому-то еще многочлену. То есть пока мы доказывали теорему безума, на самом деле вывели, что если есть некоторый набор различных корней какого-то многочлена, то этот многочлен обязательно делится на их вот произведения, не корней, а вот таких линейных множителей, x минус альфа, x минус бета и так далее. В любом поле, ну, то есть для многочленов с коэффициентами в абсолютно любом поле. Так, понятно ли это? Все, следующее утверждение, позвольте без доказательства. Основная теорема арифметики для многочленов с коэффициентами в поле. Любой f от x представляется в виде константы какой-то на произведение неразложимых, то есть простых, неприводимых еще говорят, неприводимых, неразложимых, но это синонимы, со старшими коэффициентами равными единице везде. То есть я все константы как бы убрал из старших коэффициентов, перемножил, получилась одна константа, ну, просто старший коэффициент, это an, an вот это вот. А дальше идут многочлены, которые дальше уже разложить нельзя. И вот этот набор, он единственный, он не может быть так, что различные наборы неприводимых многочленов при перемножении давали один и тот же многочлен. И это уже с нашей интуицией никак не связано, потому что мы ее просто не имеем в этом месте. Но это следует из ровно тех же приемов, которыми доказывается основная теорема арифметики для обычных целых чисел, разделения с остатком, которое в многочленах возможно. И это я не буду доказывать, не буду, потому что... А можно хотя бы план доказательства? Что? Можно хотя бы план доказательства? Он вот в точности такой же, то есть он состоит в том, чтобы доказать, что если есть какие-то два многочлена, один из которых простой, то их можно снабдить еще двумя, вот если fg такие, что g неприводимый или простой, это то, что... ну, простой, короче, да, простой, тогда существуют h1 и h2, тоже многочлены, такие, что f от x, h1 от x, плюс g от x, h2 от x, равно единице, просто как многочлены, то есть все пересокращается, мы выполним эти действия с ними, умножение, и все вообще коэффициенты везде сократятся, останется просто единица. И после этого... а это доказывается на основе алгоритма Эвклида, того же самого деления с остатком многочленов, то есть вся собака всегда зарыта в делении с остатком. Никто на свете, как я понимаю, не имеет никакого способа как-то по-другому, существенно по-другому доказывать, что верна основная теремия альфмейски, кроме как использование деления с остатком в тех или иных кольцах. Ну, нет, я утрирую, бывают и другие варианты, но, в общем, в данном случае применяется ровно то же самое. При делении с остатком возникает возможность нахождения вот таких вот двух многочленов, а дальше то же самое, если произведение... в результате, если произведение двух многочленов делится на какой-то простой, то один из них тоже должен делиться. Вот, но здесь все с точностью до констант, то есть здесь как бы вот важно либо все время помнить, что все вот эти вот простые, они должны быть старший, как бы, коэффициент равный единице, либо все, значит, это самое, все константы не учитывать. Мы не считаем, что все корни различные в основной теории альфметики, нет-нет. И здесь нигде не считаем, но вот это утверждение все-таки я сделал только для различных корней. То есть если в этом утверждении корни различны, то f от x делится на произведение линейных множителей. Я ничего не утверждаю про ситуацию, в которой корни не все различны. Простой многочлен не имеет корней. Нет, почему? Не совсем так. Простой многочлен, если он не линейный, он действительно корней не имеет, и это легко следует из теоремы Безу. А если линейный, то, соответственно, имеет один корень. Вот. Важно именно, что не делится на другие. Так, но вот именно, как бы, если скажем, многочлен третьей степени, он не имеет корней тогда и только тогда, когда он не делится на другие. Потому что если он делится, то один из множителей будет первой степени. Но уже многочлен четвертой степени, он может быть приводимым, но корней не иметь. Потому что он может представляться в виде произведения двух многочленов второй степени. И у каждого из них нет корней. Да. Ага, Мишка прав. Делится только на константы и на себя, умноженную на константу. Да. То есть, как бы, на набор константы, на набор кратных себе. С точностью до умножения на константы. Да. И это всегда. В любом кольце всегда простота определяется так, что мы берем все обратимые элементы, то есть те, которые обладают тем свойством, что на них делятся вообще все. И их особо рассматриваем, что любое число делится на все обратимые, и на все, которые получаются из этого числа умножением на все обратимые. И вот простым будет такое, которое только на этот набор и делится. Мы еще к этому вернемся в Z от I. Я все хотел вот это вот. Придется, это будет в следующей лекции уже. Я хочу... Ну, давайте я сделаю некий анонс. Значит, и так, основной теоремой арифметики доказывать я не буду, иначе я на нее убью, как бы, целую лекцию все-таки аккуратно. Она написана абсолютно во всех книгах, и никакой новой мысли, кроме как та, которая связана с основной теоремой арифметики в целых числах, нет. Аккуратная, аккуратная работа, значит, с делением со статком. В качестве упражнения я хочу вам дать задачу разобраться, почему в кольцах это оказалось неверным. У нас вот X квадрат минус 1 имел 4 корня 1, 3, 5 и 7 в Z по 8, но он не был равен X минус 1 умножить на X минус 3 умножить на X минус 5 умножить на X минус 7. И вопрос упражнения – это понять, почему так получается, где доказательство вот это спотыкается, когда его проводишь над кольцами, в частности, в Z от 8. Так, ну вот, я вооружен очень крутым набором утверждений, мне жутко не хочется их стирать, поэтому я сейчас выведу основное, вот, то основное, что я хочу в результате сделать, я выведу вот здесь. Нормально, да? Вот здесь. Итак, рассмотрим многочлен X в P минус 1 минус 1 с коэффициентами, где бы вы думали? В Z по P, конечно. У него 1, 2 и так далее, P минус 1 различные корни. Так как его степень тоже P минус 1, то больше у него корней уже быть не может. Но их и так не может быть, 0 и так не корень, да? То есть у него ровно столько корней, сколько его степень. И поэтому… А почему столько корней, сколько степень у него? Ну, P минус 1 корней и степень P минус 1. А, это по теории малотеориума фирма. Малое теориума фирма. Любое число, не делящееся на P, в P минус 1 степени дает остаток 1 при делении на P. Да-да-да-да. Стоп. Это остатки. И НТФ. Да-да-да-да. Я забыл. Я как-то забыл, да. Сказать, что это ровно утверждение НТФ. А значит, по вот этому утверждению у нас есть вот такое произведение X минус 2 и так далее на X минус P минус 1 на какой-то многочлен H от X. Вопрос. Что это за многочлен H от X? Единица. Да! Потому что степень его никакая не может быть положительная, а старший коэффициент здесь и здесь единица. То есть это константа, потому что здесь уже накоплена P минус 1 степень. И поэтому они должны отличаться только как бы вот старшая степень здесь X P минус 1. Тут только константа может быть. Но константа тоже не может быть никакая, кроме единицы, потому что здесь-то единица, да, стоит при P минус 1. Поэтому все. Вот оно. Это разложение, полное разложение этого многочлена. Или что то же самое, X в P этой минус X равно X на X минус 1 и так далее на X минус P минус 1. или, как говорят, произведение по всем альфа из Z по P X минус альфа. Гид, ну подождите, еще раз непонятно, почему H от X равно единица? А, потому что вот первый вопрос, какой он может быть степени? Ну да, степени понятно, что он не может быть больше нуля. Да, а значит он просто какая-то константа. Но если он константа, то это только единица, потому что слева при X в P минус 1 стоит единица, а справа как раз это константа. И они должны быть равны друг другу. Нет, все равно еще раз можно. Но то, что это константа, понятно, да? Не влезет просто. Да, 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 это понятно. А теперь мы спрашиваем себя, что значит, что многочлены равны. Это значит, что если я перемножу эти все многочлены, то получится вот этот с точностью до остатков поделения на P. Ну да. Но если я их перемножу, что у меня при X в P минус 1 будет здесь? Да, 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 все, я понял теперь. Вот, а здесь это... То есть коэффициент при... Я понял. Да, 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 да. Коэффициент при X в P минус 1 должен быть равен единице, а значит тут никакой константы на самом деле вообще нет. То есть у нас есть такое разложение. Оно верно по мод P. В частности, там X, например, в 12-й минус 1 равно X минус 1 на X минус 2, так далее, на X минус 12, мод 13. Что значит это мод 13? Это значит, что если вы возьмете какой-нибудь питон, который я, правда, ни разу в жизни не брал, и сделаете это умножение, у вас будет X в 12-й плюс там альфа на X в 11-й плюс бета на X в 10-й. И что? И что? Кто скажет что? Все делятся на 13. Все делятся на 13. Совершенно верно. Вот эти все, они разделятся на 13. И поэтому по модулю 13 этого всего просто не будет. И будет только минус единица. Минус единица. А здесь-то это минус 1 на минус 2 на так далее и на минус 12, да? Правда? Да. Я перехожу к теореме Вильсона. Теорема Вильсона. Последнее, что я сейчас сделаю, это теорема Вильсона. Вот. А потом дам задачу. Опять, что последнее? Почему так? Я слишком быстро. Нет, 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 я говорю, что вот теперь... А, нет, сейчас повторю. Значит, итак. X в P минус 1 минус 1. Как мы поняли, равно X минус 1 на X минус 2, так далее, на X минус P минус 1. Правильно? По модулю P. Согласны? Только что доказали с помощью всего, что мы сделали. Отсюда следует, что минус 1, которая слева является свободным членом многочлена, равна по модулю P произведению здесь. Теорема Виета, да? Теорема Виета, она так же верна, как и в любом... В любом кольце верна теорема Виета, кстати, забыл сказать. В любом кольце, конечно, верна теорема Виета, потому что она связана просто с формальными выполнениями действий. Но здесь P, ну если не брать P равно 2, ну P равно 2, это как это равенство X минус 1 равно X минус 1, да? А для любого другого нечетного... Для любого другого простого P, P будет автоматом нечетным, потому что простое число четно только при P равно 2. Но если оно нечетно, то сколько там... Если оно нечетно, то сколько там минусов? P нечетно, P минус 1 четно. Четное число минуса. Четное число минуса. Поэтому это то же самое, что просто произведение всех вот этих. То есть P минус 1 фкатериал. Поэтому Вильсон получен нами. Для любого простого P нечетного... Простое нечетное. P минус 1 факториал плюс 1 делится на P. Пример. Одиннажды, дважды, трижды, четырежды, четырежды, пятью, шестью, плюс один делится на 7. В самом деле это 721. Очевидно, на 7 делится. Вот. Еще раз повторите, пожалуйста. P минус 1 и плюс 1 делится на P? Что? P минус 1 факториал. А, плюс 1, все, спасибо. Факториал – это произведение подряд идущих от низ до P минус 1. И утверждение, что оно дает остаток минус 1 при делении на P. Ну или P минус 1. Вот. Ну и... Да. Надо. Но я это разберу. 24-го. Очень подробно. Доказать. Ну это для тех, кто гауссовые числа знает. Кто не знает, тот не делает эту задачу. Что если я возьму остатки от деления на 3 в гауссовых числах, то есть это на самом деле 0 плюс минус 1 плюс I на то же 0 плюс минус 1. 9 вариантов. То это поле. Которое состоит не из простого числа элементов, а из 9 элементов. И поэтому это совсем не то, что здесь. Вот это не поле. Тут тоже 9 элементов. Остатки от деления на 9 в целых числах. И остатки от деления на 3 в гауссовых – это две абсолютно разные сущности. Это поле, а это не поле. Вот этим полем мы займемся подробнее. И это наше приглашение уже в серьезную теорию полей конечных, которые не являются полями остатков. А как это гауссовые числа? Да, гауссовые числа – это комплексные числа с целыми вещественными и мнимыми частями. Кто знает комплексные числа? То есть это A плюс BI, где A и B целые. Там можно развить теорию делимости, но это мы все сделаем. Сейчас я дал задачу для тех, кто почему-то уже знает, что такое гауссовые числа и комплексные. Если кто не знает, не волнуйтесь, это все будет разобрано аккуратно в следующий раз. Так, ну вот.